МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предновогодние выпуски – это всегда большая проблема. Люди разбегаются, темы разбегаются, события не случаются. В общем, что есть, то есть. Соберем сегодня в кучу то немногое, что произошло на прошедшей неделе. Безусловно, каждый выпуск нашей передачи не обходится без участия в нем дорогого руководителя Республики Радия Фаритовича Хабирова. И сегодняшний выпуск тоже не исключение. На прошедшей неделе Радий Фаритович отметился тем, что он призвал женщин Республики рожать по 2-3 ребенка. Понимая демографическую катастрофу, лидеры страны и регионов время от времени вбрасывают вот эти призывы к женщинам, давайте, начинайте, рожайте. Чем дальше, тем смешнее все это выглядит на фоне абсолютно ухудшающейся ситуации в экономике и в благосостоянии населения. Но особенно смешно в случае с Хабировым в этот раз было то, что многие предложили в ответ на этот призыв женщинам прислать ему платежки на ЖКХ и счета на ипотеку. Потому что вот это огульное предложение понарожать там по 2-3 ребенка без обеспечения этого всего деньгами как-то звучит безответственно и на самом деле жалко. А еще на прошедшей неделе нас осенил своим вниманием сенатор Совета Федерации Ирикиш Мухаммедович Елалов. Он выступил на эхе Москвы с разгромным заявлением о том, что все публичные слушания в Уфе все больше и больше становятся фейковыми, что публичные слушания недопустимым образом зависят от воли каких-то отдельных чиновников. В общем, я, честно говоря, был в шоке. Дорогой Ирикиш Мухаммедович, приезжайте, пожалуйста, почаще в Уфу вот с такими мыслями. Я понимаю, что вопросы глобальной географии вас волнуют существенно больше, чем нужды и судьбы родной Уфы. И задача начать различать Фарерские и Фанклендские острова для вас, в общем-то, наверное, первостепенная. Но все равно, Ирикиш Мухаммедович, пожалуйста, не покидайте Уфу. Что-то как-то вы про нас совсем забыли. Не звоните, не пишите. В общем, мне очень понравился ваш тезис о том, что действительно публичные слушания в Уфе становятся абсолютным фейком. Особенно на фоне того, что на прошедшей же неделе было заявлено, что больше вопрос с дельфинарием публично обсуждаться не будет. То есть его решат, видимо, как-то непублично. Мадам Сулейманова все еще беснуется там в своем собственном внутреннем безумии и комментирует городские новости. В общем, Ирикиш Мухаммедович, по-моему, пора вам немножко вернуться в Уфу или хотя бы почаще в ней бывать. Много было говорено о ностальгии Хабирова по ушедшим давно временам. Некоторые из аналитиков предполагают, что Хабиров подсознательно выстраивает для себя здесь Башкортостан образца 2009 года. Ну, наверное, наивно так вот полагать, что прямо уж человек настолько впал в какое-то безумие и пытается возродить то, что нельзя вернуть. Но, тем не менее, история с господином Диваевым, которая случилась на прошлой неделе, очень четко нам подтверждает подобные конспирологические версии. Я говорю о том, что Арфаэль Узбекович Диваев, бывший министр внутренних дел Республики Башкортостан, причем еще при Муртазе Рахимове, внезапно был извлечен из пыльных сундуков, возвращен из Нефтекамска и стал теперь у нас руководителем Общественного Совета при МВД. Ну, вообще, конечно, смешно делать бывшего министра МВД руководителем Общественного Совета МВД. Это само по себе действительно абсолютный оксюморон и какая-то насмешка вообще в принципе над всеми хотя бы предполагаемыми и теоретическими, в принципе, построения вот этих вот общественных органов. Но и сам по себе Диваев, вот этот вот весьма себе одиозный министр внутренних дел при Рахимове, человек, который, наверное, олицетворяет максимально беспредельное царствование, милицейское, полицейское царствование здесь в Республике. Именно он входит и становится руководителем вот этого Общественного Совета. Это, конечно, это, ну, безобразная картинка в том смысле, что, ну, только не он. Но, возвращаясь к Хабирову, это действительно подтверждает его ностальгические вот эти вот поползновения вернуть все так, как было в 2009 году. Хоть сколько-нибудь взрослые люди понимают, что сейчас совсем другие времена, абсолютно другая бытность, и мир меняется настолько стремительно, что вернуться назад даже на 10 лет уже невозможно. Ну, не знаю, Хабиров то ли подзадержался в развитии, то ли у него какой-то вот такой вот действительно какая-то лютая ностальгия, но вот попытка вернуть там Сарбаева, Деваева, ну, давайте Байдовлетова еще сделаем премьер-министром. Вообще будет зашибись, да? Андрей Геннадьевич, правда, наверное, сильно расстроится. Ну, ладно. В общем, я говорю о том, что фарш невозможно провернуть назад, но у Хабирова время от времени это получается. Немного сегодня будет по-настоящему серьезных тем, но вот это одна из них. Я говорю об отравлении детей в 126-й школе города Уфы. По разным оценкам разных изданий отравилось от нескольких десятков до сотни детей. Очевидно, что они отравились в школьной столовой. Какое-то количество этих детей до сих пор находится в инфекционной больнице с острыми отравлениями. В общем, наверное, это, как ни странно, логичная черта под той как бы реформой школьного питания, которая началась у нас, в общем-то, где-то с полгода назад, может быть, даже больше. Господа красногорские гастролеры, которые, кстати говоря, провернули эту операцию там тоже. Я имею в виду узурпацию от жима и отъем вот этой системы школьного питания. Не справились, они не переварили тот объем, который свалился на них в Уфе. С деньгами-то у них все хорошо получается, в смысле справляться. А я имею в виду там процветание автосалона «Ягуар» и прочее-прочее. Но, а вот детей накормить у них не получилось. Если бы они, например, не успевали подвозить этот просроченный йогурт в школы, то тогда бы, наверное, было лучше даже. Ну, нет, они успевают подвозить просроченный йогурт и вечно не вянущее мясо Мохамедьярова, но дети травятся. И вот эта картинка как раз страшнее всего. Я уже упоминал много раз довод о том, что вот в истории с детским питанием, со школьным питанием тишины не будет, потому что здесь дело касается здоровья и, в общем-то, уже жизни детей. В Уфе, в школах, классами, а иногда школами отказываются от нового вот этого детского питания, школьного, нового, в смысле, там, авторства. И этот процесс, безусловно, продолжится. Дети, во-первых, сами не хотят есть вот это вот то, что им пытаются, значит, продать по этим ценам. Во-вторых, родители начинают уже присматриваться к тому, чем их кормят. Ну, и вот эти вот периодически повторяющиеся вспышки отравлений в разных школах Уфы и Республики, конечно, не могут не обеспокоить родителей. И я еще раз говорю, что вот эту ситуацию никто терпеть точно не будет. То есть, ну, раздавались там всякие призывы к тому, что, а давайте подадим в суд. И это тоже было бы полезно сделать, да. Вот чтобы немножко остановить вот этих вот товарищей, которые у нас возглавили нынче комитет по торговле и защите прав потребителей, откуда исходит на самом деле вот этот рейдерский захват всей системы школьного питания. Вот эти вот оголтелые красногорские юноши, которые, значит, понаехали и которым отдали вот эту вотчину. Давайте-ка тут, как говорится, замзду малую вы осваиваете территорию. В общем, конечно, ужас-ужас с этим делом, потому что, ну, вот уж до чего опускаться, но детей травить точно нельзя. И вот эту всю Мухаммедьяровщину, вот этих всех вот дружище, значит, с вечно невянущим мясом, пожалуйста, надо убирать из этой ситуации. Очень давно мы не говорили про адвокатскую палату, про вот все там вот эти события, да собственные события особых не было. Там продолжаются следствия в отношении руководства адвокатской палаты как-то не особенно шатковалка. Там продолжаются всевозможные публикации на тему, что там ужас-ужас. Я намеренно от этого всего отстранился, потому что, ну, в какой-то момент я понял, что это вообще-то внутрикорпоративный конфликт, который, наверное, они должны разрешить сами. Но на прошедшей неделе случилось такое, что уж прям совсем даже я мимо этого пройти не мог. Адвокатская палата или там какой-то квалификационной комиссии или кто там этим у них занимается, в общем, они лишили статуса адвоката Валиха Османовича Абасова. На самом деле известного человека в Башкирии при всей своей одиозности Валиха Абасов – это действительно заметная фигура в адвокатуре Республики Башкортостан. И с этим ничего поделать, как говорится, нельзя. Кроме всего прочего, сам повод для того, чтобы лишить господина Абасова статуса адвоката, был, ну, уже совсем смешным. Уж если Буркин, как говорится, обложил по матушке судебную систему Российской Федерации, что, ну, там, как-то уж хоть чуть-чуть было грехом, то Абасов-то вообще на фоне даже Буркина выглядит абсолютно святее Папы Римского в том смысле, что его обвинили всего лишь в неподобающем поведении на конференции адвоката. Ну, это совсем уже, как говорится, ссор из избы, но, тем не менее, там, видимо, были внутренние причины для того, чтобы Валиха Османовича лишить статуса и отстранить от профессии, что на самом деле важнее всего. И вишенкой на торте явилось то, что практически через час-два, я не помню точно, ну, в общем, через очень короткий промежуток времени после принятия решения по снятию статуса у господина Абасова и внезапно прямо во дворе адвокатской палаты загорается автомобиль сына президента адвокатской палаты Республики Башкортостан, Дениса Юмодилова, загорается черненький туарек, а Volkswagen сгорает полностью. В том, что это поджег, абсолютно никаких сомнений не было, ну, ни по форме возгорания, ни по его результатам. Вопрос только в том, ну, кто поджег машину. Машина стояла очень странно обособленно. Машина стояла в нетипичном для ее парковки месте. Почему ее именно туда поставили и почему она именно в этот момент загорелась, это все вопрос. Странно было бы на самом деле, по крайней мере, мне было бы странно предполагать, что источником этого поджога, инициатором этого поджога был Валя Хасманович. Ну, я немножко знаю его и, в принципе, отношусь с должным уважением к нему как к юристу и как к человеку тоже, кстати говоря, и потому я не подозреваю, что это происки Валя Хасмановича. Но кто поджег, это вопрос, да, как говорится, ищите, кому выгодно. На прошедшей неделе в правительстве республики состоялся очередной стройчас. Ну, стройчас этот был, конечно, таким печальным. В общем, даже наше безосновательно оптимистическое правительство было вынуждено констатировать, что ситуация с долевым строительством провалена в минувшем году, подводили печальные итоги. Хабиров наехал, по-другому не скажешь, на вот этот фонд Дом.ру, назвал его каким-то там неконкретным, мутным или как-то еще в этом смысле. Хабиров обвинил фонд Дом.ру в том, что он подставляет региональные власти, в том смысле, что, дескать, делает их виноватыми во всем. На самом деле у Дом.ру очень простая и понятная схема. Нужно заплатить 12% от суммы компенсации из регионального бюджета, а 88% добавляет в федеральный бюджет. Но у Хабирова не получается расстаться с этими 12%-ми, потому, как говорится, ввоз и ныне там. И это принципиальная позиция федеральных властей, что сначала регионалы должны заплатить свою долю. Потому что что-то там в Кремле им подсказывает, что если они первыми заплатят, то регионы воздержатся от своего взноса. Ну, именно так и поступает Хабиров. Он не платит эти 12%. В итоге никто не получает никаких компенсаций, а Хабиров, значит, ругается на этот Дом.ру. Ну, ладно, я думаю, что они как-нибудь разберутся. Но, тем не менее, повторюсь, что итоги года по долевому строительству, конечно, в республике весьма печальные. Вишенкой на торте было то, что мадам Гайсина набралась наглости упомянуть компанию «Интеграл» и в своих сообщениях дольщикам и в резюме этого стройчаса упомянула о том, что она планирует и дальше взаимодействовать с «Интегралом». И, дескать, напомните мне, организовать встречу «Интеграла» с властями. Мне безумно интересно узнать, как же дальше будут развиваться отношения о мадам Гайсиной и строительной компании «Интеграл». Займет ли она еще у них 3 миллиона, чтобы не отдавать их впоследствии? А может быть, сумма возрастет? Ну, в общем, конечно, взаимодействие Зульфии Гайсиной и «Интеграла» – это такая показательная история на тему того, как можно визуально имитировать борьбу за интересы дольщиков, при этом одновременно занимать деньги, занимать в кавычках, у тех же самых недобросовестных застройщиков. Бесконечно много на прошедших неделях, в прошедший месяц говорилось про эти ужасные, дурацкие, многомиллионные пиксельные елки. И вот буквально накануне нашего выпуска сегодняшнего вышла такая интересная, замечательная, очаровательная информация о том, как на самом деле можно было украсить Новый год, не тратя гигантских денег. Я говорю о том перформансе, который устроил Динар Загитович Гельмуддинов в городе Уфе. Я говорю о том, что он выстроил огромную, гигантскую, мегагигантскую елку из полицейских машин. Сняли это все с квадрокоптера, показали на видео. Мы начали флешмоб и передаем нашим субъектам Российской Федерации для того, чтобы они нас поддержали. 1, 2, 3, елочка, гори! Музыка Вот на самом деле, как можно сделать прикольно, круто и абсолютно бесплатно что-то необычное, что действительно вызовет интерес и, наверное, добрую улыбку у многих. А вовсе не тратить на это сотни миллионов бюджетных денег по подозрительным ценам с подозрительными поставщиками. Я имею в виду эту сделку на пиксельные елки, которые стоили 3 копейки, но за них заплатили 115 миллионов рублей. Вот мои аплодисменты Динару Загитовичу. Мы с ним очень давно знакомы. Я надеюсь, что мы с ним приятели, по крайней мере, я так позиционирую Динара в своей жизни. Привет тебе, Динар, спасибо тебе. Это было классно, здорово и весело. Безусловно, самой яркой и самой смешной предновогодней темой стал запрет на проведение корпоративов, которые наложил Ради Хабиров на прошедшую неделю на оперативке. Запретив устраивать предновогодние корпоративы тогда, когда они уже были организованы и проплачены, Хабиров, конечно, нарвался на очень массированную, жесткую критику со стороны собственных же подчиненных. Хабиров, конечно, рискует получить не то чтобы глухое недовольство, а вообще-то сформулированное мнение собственных подчиненных о нем, как о человеке, безоглядно принимающем достаточно необоснованные решения. Ну, в общем, что есть, то есть. Корпоративы для администрации городов, районов, муниципалитетов и госслужащих запрещены. И, естественно, события стали развиваться драматическим порядком. Например, в Уфимском районе, где корпоратив был заказан в одном из кафе известных и таких вот очень раскрученных мест для проведения досуга, Угаров, глава Уфимского района, естественно, позвонил руководству и сказал, что корпоратив отменяется. В случае с Уфимским районом реализовался один из сценариев, который я упоминал в предыдущем обзоре. Я имею в виду, что деньги за аренду возвращены не были, но хотя бы Уфимскому району, администрации Уфимского района из этого замечательного заведения вернули продукты. Это было, конечно, очень смешно. Но когда в коробке упакованное мясо, колбаса, сыр и прочие закуски и все, что полагалось бы выставить на стол, привезли в администрацию Уфимского района, выдали обратно, как говорится, заказчику и сказали все на этом. В других местах, конечно, все было иначе. Некоторые ведомства проигнорировали, естественно, указания дорогого руководителя и осуществили свои корпоративы, но были некие меры секретности там и так далее. Сейчас мы потихонечку собираем фото и видео с этих мероприятий, обязательно их опубликуем после Нового года. Страшная история приключилась с партией «Единая Россия». Казалось бы, партийная организация, исполком партии «Единая Россия» вовсе не государственная организация, как бы не государственная, и, в общем-то, они не обязаны подчиняться указаниям Хабирова, но, сами понимаете, Ахмадинуров, депутат госсобрания и вся вот эта вот шабла, которая называется «Исполком партии «Единая Россия» в республике Башкортостан», попала в очень неприятную ситуацию. Дело в том, что уже заранее, загодя, они, естественно, все организовали, они проплатили аренду, внимание, государственного концертного зала «Башкортостан», ранее именуемого «Дом культуры «Нефтяник», для проведения вот этого пышного праздника, значит, корпоратива «Единой России». Вовремя об этом мы узнали, немножко рассказали, растрезвонили, и в самый последний момент корпоратив «Единой России» не состоялся. Я не буду это относить к собственным заслугам, не хочу, значит, приписывать себе столь огромное влияние на могущественную партию власти в республике Башкортостан, но, тем не менее, факт остается фактом, корпоратив «Единой России» в ДК «Нефтяники» не состоялся, заплаканный Ахмадинуров зачем-то уехал в «Нефтекамск» на выходные, видимо, до «Нефтекамска» власти Хабирова не дотягиваются, я имею в виду запрет на вот это вот безудержное пьянство и веселье перед Новым годом. Не буду наговаривать на Рустема Ахмадинурова, однако злые языки из «Нефтекамска», а у нас там очень много друзей и товарищей, говорят о том, что по приезду в этот славный город Ахмадинуров, значит, по полной программе оторвался и отыгрался за потерянный корпоратив в Уфе. Некой ответкой Хабирову на запрет вот этих вот праздников и веселей в предновогодний период стали многочисленные ролики в сети, которые, кстати говоря, исходят во многом из министерств и ведомств, и на они заказали и оплатили эти ролики, я имею в виду чиновников. Это смешные ролики, посмотрите один из них. Субтитры сделал DimaTorzok